Этим видео мы начинаем серию про пассив. Тема обширная, будем продвигаться потихоньку. Сегодня на повестке дня использование пассива. В каких случаях нам нужны эти формы? Вы наверняка уже знаете, что у глагола есть шесть личных форм. Посмотрим их на примере глагола открывать. Вы открываете. Они открывают. В финском языке у глагола есть и седьмая личная форма, так называемая нулевая персона. Звучит она так. Используется эта форма, когда мы не знаем, кто выполняет действие. Магазин открывают в восемь часов. Мы не знаем, кто его открывает. Обратите внимание, что в русском языке это именно неопределенно личное предложение. Магазин открывают, а не магазин открывается. В финляндии пьют много кофе. Мы не знаем, кто пьет много кофе, а кто нет. Зимой катаются на лыжах. Мы не знаем, кто именно катается. Нам не важно, кто совершает это действие. Нам не надо знать, кто именно делает. В какой ситуации мы можем использовать пассив? Эти глагольные формы обычны, когда мы описываем действия общего характера. Само событие, действие или его результат ставятся на первое место по важности. А вот кто именно совершает эти действия, неизвестно или неважно. Кроме этого, мы используем форму пассива в побудительных предложениях. Во-первых, когда предлагаем что-то сделать. Я могу предложить подруге пойти в кино такой фразой. Меннään элокувиин. Пойдем в кино. Когда у меня гости, я могу предложить им. Юодан кахвия. Давайте пить кофе. Во-вторых, это собственно побуждение к действию. Например, я говорю ребенку. Луetaan kirja. Теедään лексюя ныть. Давай почитаем книгу. Сделаем домашку сейчас. Заметьте, что в предложениях опять же нет того, кто делает. Мы опять не знаем, кто будет выполнять действие. В-третьих, пассив – это стандартная форма глагола в инструкциях, правилах и, к примеру, рецептах. Например, Нарезаем помидоры. Или можно перевести так. Нарежьте помидоры. Перемешиваем салат. Или, другой перевод, размешайте салат. Мы не знаем, кто будет резать эти помидоры и кто будет перемешивать салат. В разговорном языке форма пассива используется вместе с местоимением «мы», вместо обычной личной формы. Мы идем в кино. Означают эти формы то же самое, что и А теперь кратко повторим все три случая использования форм пассива. Первое. Мы не знаем, кто выполняет действие, либо это не важно. Второе. В побудительном предложении, в инструкции. Третье. В разговорном языке вместе с местоимением «мы», вместо личной формы. А теперь примеры на эти три случая. Случай первый. Каупат suljetaan ilта 9. Магазины закрывают в 9 вечера. Случай второй. Нәдään tallilla ааму 7. Увидимся у гаража в 7 утра. Случай третий. Магазины закрывают в 7 утра. Мы можем зажигать до утра. Случай первый. Кесällä käydään mumмаласса. Летом ездят к бабушке. Случай второй. Пидетään tauко. Давайте сделаем перерыв. Случай третий. Мы пестаем ikkunат keвäällä. Мы моем окна весной. В следующем видео мы разберем образование форм пассива от разных типов глагола. А пока что я с вами прощаюсь. Олкаа имисикси и пысыкай канавала.